Всем привет, с вами я Данил и сегодня мы заценим группу название симулятора московского метро 2d ну что ж эта игра у нас сплата плей маркетинг стоит где-то 85 рублей и я скачал ее конечно бесплатно в интернете ну что ж к сожалению я не смог скачать последнюю версию этой игры потому что ее просто не было были только такие старые версии как я знаю сейчас самая актуальная версия нее это 083 а я скачал 082 ну что ж как я знаю игра это новая линий по которому по которому можно покататься не так уж и много и сегодня мы заценим эту игру посмотрим что она себя представляет и поиграем в нее ну чтоб угнали тогда так давайте выберем 11 линию и вот этот у нас серый поезд спасибо что комментариях написали мне то что этот поезд называется яуза в самый симулятор 3d под первой серии вы мне написали что это у нас яуза 81 120 у нас поезд называется линия каховская каширская каховская понятно примерное время поездки 2 минут 30 секунд прям линия короткая получится у нас потому что время всего лишь две минуты 30 секунд по не кататься и здесь есть у нас линия арбатско-покровская здесь вас составит время поездки 25 минут аж прикиньте короче здесь ли не так много потому что игра новая наверно я точно не знаю ладно погнали тогда в путь уже отправляемся в метро я не был где-то лет пять вот хотя бы вспомню через есть у нас и чтобы было так ладно тогда мы поедем сейчас здесь у нас есть информатор как в москве про в поездах тут у нас свет салоне можно врубить конечно его в рубин айлы сарес вроде эта система называется я не знаю правильно как она называется вроде читая слышал в ютубе когда смотрел разные геймплеи по метро и лсрс и говорили какой-то не знаю чуть такое по моему это какая-то система безопасности скорости чтобы вы не слишком быстро не разогнались я конечно ее включу чтоб не проехать станцию потому же здесь можно проехать и так но здесь есть гудок конечно вот посмотрим час было в метро в те времена пять лет назад когда я на нем не катался и в метро и не был очень долго и вообще не был там где-то лет пять вспомню хотя бы ну звуки здесь по сравнению сам симулятор 3d реалистичнее ну графика 2d конечно ну ладно прикольно зону выглядит но звуки правда без плавного перехода какого-то не делаются не знаю упа стоять их блять проехала от него ван так ладно ну то есть видите звуки не сразу становлются ладно так открытие хироси они откроются громко блять интересно почему так так ланд запускаем нашу запись информатор ну прям реалистичный формата прям звуки реалистичнее прям вообще все реалистичность прикольно самый симметр 3d конечно графика 3d и поездов там больше но здесь их мало 10 не так ну и кажется будущем эта игра прям будет охрененный игра мне нравится в принципе пока что я и скачал только вчера посмотрел что она себя представляет в принципе она мне понравилась до железной дорожной платформы есть уже честно не знаю вроде еще и 7 cd какой-то там мцд честно без понятия что такое как я понимаете переводится московское центральное кольцо мцд ой блин не знаю короче блин переводится ладно давайте погнали как эти двери хлопают у него капец блин я охренел я охране если это так блин на самом деле если они у двери так хлопают в реальной жизни то это бля вообще жесть по-моему я на этом поезде где-то катался эти станции вроде едет я их помню но повторю же москве не был очень долго и могу чинить забыть так 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 стих тихо тихо так уток он съездить можно погудеть приехали а уже конечно прикиньте конечно идите нахер забудем законодательством российской федерации предусмотрена административная ответственность ну ладно все погнали уже ой зачем и включил понимаю понимаю так все мы приехали когда мы приехали на конечную нас просто бросает в главное меню ну что ж да да ты здесь нет слава богу потому что игра платная но какой здесь может быть донат так ладно давайте покатаемся по так самая короткая здесь так во 6 минут 30 секунд двенадцатая линия интересно давайте прочитаем так линия бутовская бунин бунинская аллея битовский парк у нас примерно время поездки 6 минут 30 секунд так возьмем подходящий поезд давайте вот это так давайте каши поставим снег потому что на дворе не мая у нас так все погнали в путь а бля я разве душу беру вроде снег выберу бросить непонятно нарисован я могу путаться так вот и снег пошел так он включаем свет салоне и едем прям снег с крыши падает прикиньте а уже станции все приехали не для не дни не на бля в реальной жизни вы за такой убили на киркес вот это припарковался но эта игра в принципе простите вы так чуете дебил стоит давайте заходите до упоряблять так ладно не хотите садиться не нужно двери закрывают мы поедем такое бы по ушам надавали по вели жизни так остановиться прям звуки у поезда реалистичные и кстати чё еще хочу сказать то что здесь ну это не бак или бак как можно назвать потому что во первых но это только один бак я нашел пока что смотрите то здесь можно проехать типа с открытыми дверями то есть сейчас мы на ходу их не можем открыть потому что мы в пути при типа при движении поезда двери закрываются сами ну типа их нельзя будет открыть но я могу с открытыми дверями поехать прикиньте в реальной же без за такой похлебал бы надавали хорошо так вот смотрите он даже сейчас продемонстрируют так не буду закрывать бульвар адмирала ушакова то есть смотрите с открытыми дверями а как только мы их закроем мы их открыть больше не сможем потому что на ходу их нельзя будет открыть к сожалению просто в задних фон есть даже дома какие-то у нас ленин называется бутовская возможно из города бутова все это взят честно не знаю по моему в бутово я был бутово я где-то лет 7 назад был не знаю что мы там делали но мы там были действительно табли а мы можем те двери сзади открыть но это не стоит нам на так ладно погнали то есть реалистичный информатор реалистичные звуки ну и поезд хорошо прорисован в принципе только меня чего напрягает больше не за это баг или это просто методелка то есть посмотрите у нас кабинет света хотя в салоне он есть и когда я выключаю ему в кабине по идее тоже должен включиться я точно не знаю и тут нет у нас фар у поезда и их просто нет то есть посмотрите мы едем вперед и впереди нас ничего не будет освещаться в тоннеле вот так так все устанавливаюсь так приехали я конечно больше нравится наземную метро чем подземлю в подземном скучно зон там станции красивые но на улице катаешься в принципе реалистично выглядит довольно хорошо опа мод мы заехали в тоннель и перед нами ничего не освещается только в тоннеле есть фонаре и все у вас прям с крыши снег подойти видите какие то есть у этого поезда нет фар как у остальных наверно так 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 приехали вроде я помню эту станцию бульвар дмитрий донского действительно так у нас даже есть интервал там сверху висит на тоннеле но к сожалению встречного трафика здесь нет потому что как бы его здесь делаю так ладно погнали осторожно двери закрываются следующая станция уважаемый на замечательно вагоне поезда держите за поручни но звуки прям реалистичные у этого поезда прям как будто из реальной жизни все взято ну и взят конечно потому что как бы еще сделали надеюсь эту игру будут развивать дальше вот что игра прикольно мне прям понравился и пофиг что он в 2d честно потому что реализм здесь присутствует у нас так все приехали действительно парковая по моему это самый спокойный станция московского метро по моему никто не знает даже я не знаю потому что смотрел пару видео по москву про московскую метро я охренел в прямом смысле слова потому что лет пять назад там не не так было много всего сейчас и блять переход на какие-то кольца были начались на диаметры блять какие-то хер поймешь что-то мы их происходит по своему что мы действительно так едем едем интересно куда мы приедем в принципе игра выглядит прикольно блин так 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 тихо 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 аккуратно не надо гнать на всю скорость а то будет хреново мы можем проехать станцию если я выключил этот режим я могу нахер просто отключить чтобы он не пищал но я лучше кучу на станцию новоясеневская новоясеневская что-то я помню ни хуя то как ебаш на английском уважаемые пассажиры о подозрительных предметах сообщайте машинисту за нахождение в поезде следующем в тупик в соответствии с законодательством а че он стоит там в поезде блять выходи уже административная ответственность давай выходи на аля он не входит все погнали кто не успел выйти тут поедет в тоннель да вот так вот так в принципе все мы завершили рейс пусть поезд куда хочет туда едет потому что нас просто выкинет в главное меню ну что ж спасибо вам за просмотр хотя стоп ну что ж если вам эта игра конечно понравилась пишите в комментариях она мне понравилась и пишите в комментариях хотите вы или еще чтоб я поиграл в эту игру потому что игра мне зашла она прикольно выглядит прикольно смотрится хоть она в 2D но но поиграть то можно и звуки здесь реалистичны тем более ну что ж спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и давайте уже добьем 200 подписчиков если мы их добьем то это будет просто замечательно ну что ж спасибо за просмотр и всем пока